Вторую в этом месяце встречу в Брюсселе проводит глава государств и правительств Евросоюза. Выход из него в Великобритании занял главное место в повестке дня. Стороны по-прежнему не могут договориться о своих будущих торгово-экономических отношениях. В четверг истёк крайний срок, поставленный для этого премьер-министром Борисом Джонсоном. Главный переговорщик от ЕС считает, что соглашение ещё возможно. «Мы абсолютно полны решимости достичь справедливой сделки с Соединённым Королевством», сказал Мишель Барния. «Мы сделаем всё, что в наших силах, но не любой ценой», как только что сказал глава Совета ЕС Шарль Мишель. «Моя команда, наша команда и я продолжим интенсивные дискуссии в ближайшие недели». Главный переговорщик британской стороны Дэвид Фрост написал об этом в Твиттере. «Я разочарован выводами Евросовета о переговорах Соединённого Королевства и ЕС. Удивлён тем, что ЕС больше не привержен интенсивной работе над достижением будущего партнёрства, что было согласовано 3 октября. Другая тема обсуждений — участие ЕС в спасении глобального климата. Переходить на возобновляемые источники энергии особенно трудно Польше, которая зависит от добычи и сжигания угля. Но 11 лидеров ЕС, в том числе премьер и министр Швеции, призывают значительно уменьшить загрязнение атмосферы. «Мы все хотим обеспечить нашим детям и внукам устойчивое будущее», — сказал Стефан Лёвен. «Для этого необходимо усилить борьбу с изменением климата. В этом деле ЕС играет очень важную роль». Вот почему Швеция вместе с другими странами-единомышленниками предложила договориться на саммите о поддержке инициативы Еврокомиссии по климату. Она предлагает поставить в декабре новую цель — сократить до 2030 года выбросы парниковых газов как минимум на 55%. На саммите обсуждается рост напряженности в отношениях ЕС с Турцией. Наложить на неё санкции призывает премьер-министр Греции, утверждающий, что Турция прибегает к многочисленным провокациям в Восточном Средиземноморье. К сожалению, Турция, кажется, остаётся последовательной в своём провокационном и агрессивном поведении сказал Кириакос Мицетакес. Европейский Союз должен продемонстрировать подобную последовательность в отношении выполнения принятых им решений, чтобы турецкое поведение имело соответствующие последствия. На саммите не ожидается принятие важных решений, кроме как по Брекситу. Евросоюз добивается, чтобы Соединённое Королевство играло по правилам, если оно хочет сохранить доступ к единому рынку и выгодно торговать со странами континента. Продолжение следует...